АКПЛЮС Большое скопление людей в форме вокруг площади Интыма, где 16 декабря прошлого года были расстреляны нефтяники, заставило их отменить свое решение. По словам активистки Венеры Поповой, к протесту Жанрузенцев подтолкнул судебный процесс над бывшим Акимом города Бабахановым, в отношении которого был вынесен приговор два года условного заключения. Как рассказала Попова, жители возмутил тот факт, что нефтяников, отстаивавших свои права во время забастовки, не только расстреляли, но и осудили. А в отношении экс-акима, причастного к многомиллионным хищениям, был вынесен столь мягкий грядикт. Народ вышел, но видит, что площадь оцеплена по периметру, кругом патрули, красные фуражки, и они просто побоялись, потому что народ напуган. Но, понимаете, этот вопрос не решился. Он еще больше усугубился в душах. У нас же, понимаете, 2 августа будут рассматривать апелляционную жалобу наших нефтяников. Вот. Поэтому народ вот бурлит, бурлит, бурлит. Их возмутил факт. А вы еще, понимаете, случай подогрелся. Бабаханову 2 года условно, а им 6-7 лет. Розе 7 лет, этим по 6, и там, короче, большинство 6-летней. Это куда годится? И они возмутились. Мало того, что расстреляли еще сколько, еще посадили, и еще вот такой вот беспредел. На разговор с Комитетом национальной безопасности Казахстана сходил сегодня активист регистрируемой партии Алга Кинжи Адзиана. В повестку в учреждение силовики вручили ему несколько дней назад. Намеревались передать через него и приглашение на беседу в качестве свидетелей еще четверым алгинцам. Однако их не оказалось в офисе. Быть в роли посредника Кинжи отказался. Свидетель по какому делу, по какому вопросу. Если по делу у Владимира Ивановича Казовы, там по 165-й, то вроде дело закрыто. Все бумаги уже на изучении. То есть, ходим в догадках, к чему вот эти вызовы. Спустя полтора часа, простите, Кинжи Адзиана вместе с адвокатом Ольгой, кем вышли из здания ДКНБ. Следствие интересовалось деятельностью партии финансирования и каким образом в нее вступают граждане. Будет ли у алгинца еще одна встреча с силовиками и по какому делу его вызывали, неизвестно. Напомню, до сих пор нет даты суда по делу лидера партии Алга Владимира Козлова. Он находится под арестом по подозрению в разжигании социальной розни с 23 января. Нурсултан Назарбаев в Лондоне встретился со своим экономическим советником Тони Блэром. Как сообщает пресс-служба главы государства, Елбасе обсудил с бывшим премьером Великобритании социальную модернизацию Казахстана. Обсуждали новую соцстратегию сегодня и в Астане. В этном мемориальном комплексе Атамикен собрались два десятка патриотов, как совсем юных, так и постарше. Собрание больше напоминало советское партзаседание, присутствующие в белых рубашках выступления строго идеологического характера. Статья Нурсултана Назарбаева, опубликованная в госизданиях больше двух недель назад, нашла тут полную поддержку. Напомню, в ней президент высказал идею общества всеобщего труда. По мнению Атамикенских патриотов, это глобальная концепция объединения всех граждан под эгидой Елбасы. А самого Назарбаева один из выступавших даже сравнил с Шарлем Деголем. Мол, этот человек совершал ошибки, но нашел по верному пути. При всем этом спикеры не считают, что занимаются пиаром партии Нуратан. Сердце президента открыто для каждого рядового гражданина страны. Что не просто описывает эта проблема Акимата, это проблема того или иного департамента или минасерства. Он всегда собирает и говорит, это проблема моя, это моя боль, потому что Казахстан это мое детище, которое я пытаюсь поднять. В таджикском городе Хорок до вечера 27 августа продлен мораторий на введение огня. Как сообщает агентство Азия Плюс, ситуация в административном центре горного Бадахшана спокойная, но власти по-прежнему требуют выдачи подозреваемых в убийстве генерала Абдула Назарова из сдачи оружия. Сегодня правительственные войска потребовали разобрать баррикады, которые были возведены в ряди микрорайонов города. По данным Азия Плюс, в Хороге и остаются около ста иностранных туристов, в основном это граждане европейских стран США и Канады. Также сегодня стало известно о блокировке популярного видеохостинга YouTube на территории Таджикистана. Распоряжение о блокировке ресурса поступило в устной форме от службы связи при правительстве. Накануне в стране был заблокирован еще один сайт vantador.uzukos.ru, а в день начала спецоперации в Хороге и блокировке подвергся и сайт информационного агентства «Азия Плюс», которое пристально следит за ситуацией в регионе. В ассоциации интернет-провайдеров Таджикистана уверены, что закрытие сайтов связано с событиями на Памире, так как по местному телевидению нет абсолютно никакой информации о происходящем. Напомним, по официальным данным, в результате спецоперации в горах Таджикистана погибли 12 сотрудников силовых структур, 30 боевиков и еще 40 были задержаны. Жертв среди мирного населения нет, однако по данным «Азии Плюс» число погибших мирных жителей Хорога может достигать 30 человек. А лидеры памирской оппозиции, приехавшие в Россию, объявили о создании Комитета национального спасения Бадахшана. Об этом они заявили на пресс-конференции, состоявшейся в независимом пресс-центре в Москве. Комитет принял обращение ко всем гражданам Таджикистана, Российской Федерации и других стран, в которых события в Хороге названы геноцидом памирского народа. Авторы обращения считают, основным виновником этого является президент Имамали Рахмон, бессменно правящий страной с 1994 года. Памирцы призывают к объединению в борьбе с авторитаризмом для всех граждан страны. Особую надежду представители Горного Бадахшана возлагают на российские власти, которые, по их мнению, должны прекратить поддержку коррумпированного режима Таджикистана. Обвинение России в том, что она постоянно поддерживает самые идиозные режимы в Средней и Центральной Азии, все чаще звучат из уст представителей политической оппозиции этих стран. Создали инициативную группу, вот обращение от именно этой инициативной группы. Давно пора объединиться всем таджикам. Давно пора понять таджикам, что в одиночку нас вот так будут бить. Все таджики, все здравомыслящие, ответственные таджики должны объединиться, что здесь, что там на родине. Пора объединиться и сказать этому режиму нет. То, что сейчас происходит в городе Бадахшане, это трагические события. Уже счет погибших идет на сотни. И политика официального Душанбе, вот это проведение карательной операции, это, к сожалению, очень типовой сценарий для авторитарного режима. И мы с тревогой сейчас наблюдаем, что то, что происходит в нашей стране, движется в этом же направлении. Поэтому мы считаем, что прежде всего мы должны, наш долг, помочь тем, кто сейчас пострадал в городе Бадахшане. Именно поэтому мы занимались в организации этой пресс-конференции и будем продолжать заниматься этим вопросом. И это с одной стороны. А с другой стороны мы, конечно, наблюдаем катастрофический провал путинской дипломатии в Средней Азии. Мы видели не так давно, как Узбекистан скандально вышел из ОДКБ. Сейчас мы видим, что МИД и Кремль позорно молчат по поводу того, что происходит в Таджикистане и Бадахшане. И, очевидно, ПНРцы будут до самого последнего момента поддерживать Рахмона. Тогда как для меня более или менее ясно, что этот конфликт, он закончится либо ослаблением его позиции, либо даже, может быть, в среднесрочной перспективе его смещения, в принципе. И Кремль, который точно так же цеплялся за поддержку арабских авторитарных режимов, сейчас это же происходит с Асадом. И если будет с Рахмоном точно так же, то тоже вслед за гневными письмами арабских, арабов, сирийских арабов, которые осаждают российские посольства и говорят, что Путин убивает наших детей российским оружием, мы будем видеть точно такую же реакцию таджиков в отношении России. В Казахстане пройдут первые миротворческие учения УДКБ. Сегодня в Алматы был подписан протокол о проведении мероприятия «Нерушимое братство-2012» на казахстанских полигонах. Учения запланированы на первую половину октября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 500 военнослужащих из шести стран – Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. С казахстанской стороны будут задействованы подразделения 38-й десантно-штурмовой бригады, включая саперов, медиков и батальон оперативного назначения МВД республики. В период учения будут отрабатываться вопросы, связанные именно с операцией по поддержанию мира. По условному, в государстве, естественно, без применения оружия миротворческого осуществляется у нас. Есть моменты, когда оружие применяется только для защиты гражданского населения. Ну, есть определенные условия. Но в основном, конечно, миротворческие действия отличаются от основных, от обычных действий очень-очень таким, подчеркнутым, гуманитарным характером. Военная прокуратура Казахстана сегодня подтвердила, что пограничник Владислав Челох, которого обвиняют в убийстве 14 сослуживцев и егеря на заставе Аркан-Кирген, действительно отказался от признательных показаний. Как пояснила пресс-служба, это процессуальное право обвиняемого и один из способов его защиты. Между тем, родственники погибших пограничников прибыли в Ушарал, где планируется установка мемориальной доски. Другие подробности у корреспондентов. Доказать психологическое давление на пограничника Владислава Челоха, подозреваемого в убийстве 15 человек и поджоге заставы Аркан-Кирген, очень сложно. Экс-глава Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис убежден. Шансы малы. Даже если на руках у адвокатов будет не грубо склеенный ролик с признанием солдата, от которого он накануне отказался, а полная видеозапись допроса Челоха, вряд ли в стране найдется эксперт, который возьмется за доказательство вины следователя, вынудившего солдата сделать чистосердечное признание. Кто согласится? У нас же никто не соглашается. Вы знаете, когда обращаешься по каким-то сложным делам политически, то просто невозможно найти человека. Люди не хотят даже за деньги. То есть даже за оплату конституционных услуг не хватает? Не сидим. То есть практически не важно? Практически никто не хочет, потому что себе дороже. Бреж в официальной версии способен нанести вердикт медиков. Ведь предполагалось, что тяжкое преступление рядовой мог совершить, например, в состоянии временного помутнения рассудка. Официальная психологическая экспертиза состояния Владислава Челоха будет готова к концу текущей недели, сообщает Кастак со ссылкой на органы здравоохранения. Сейчас полученные материалы обрабатываются. Врачебный консилиум, учитывая экстраординарный случай, состоял из семерых экспертов. Один из них – представитель Минобороны. Его участие порекомендовало следствие. Медики уверяют, результаты будут объективными. К слову, по завершению экспертизы с Владиславом встретились адвокаты. Он рассказал о месте службы и пролил свет на атмосферу самого Аркан Киргена и на происходящее там до трагедии. 12 мая с ближайшей заставы, вроде Сары-Боктера, прибыл наряд, который якобы перепутал направление и пришел на Аркан Кирген. Дальше этот наряд почти неделю пьянствовал на Аркане с контрактниками и командирами. Затем на два дня формально сходили на границу. Якобы несли дозор. Вернулись. А заблудившийся наряд отправился докладывать своему непосредственному начальству, что они неделю якобы сидели в засаде, выискивали государственных преступников. Такой вот эпизод он рассказал. Ранее защита Владислава Челоха заявляла, в случае, если итоги экспертизы у них вызовут сомнения, то адвокаты потребуют привлечь специалистов со стороны. Несколько недель назад журналисты показали видеозапись с признаниями Челоха психотерапевтом. Многие отказывались на камеру оценивать поведение фигуранта, который довольно уверенно рассказывал, как в одиночку расправился с 14 сослуживцами и лесником, бывшим офицером КНБ. Правда, в одном эксперты были единодушны. Владислав неискренен. Могу утверждать стопроцентно, что человек видел эти сцены, видел мертвых, видел, что происходит. Насколько он там участвовал, на 100% правды я утверждать не могу. Потому что есть признаки, что человек либо додумывает, либо недосказывает. Додумывать в этой истории пока приходится очень многое. Итоги экспертизы уже в который раз обещают вот-вот на днях представить тем, кто допущен к следствию. В военной прокуратуре на вопрос о психологическом давлении, оказанном на пограничника, не отвечают. Но сам факт его отказа от признательных показаний подтвердили. Хоть и не без реверанса в сторону законности его действий. Татьяна Ковалева, Клава Дылдина, Александр Платонов из Алматы, Казахстан. Из-за засухи на севере и западе Казахстана гибнет урожай зерновых. По данным Министерства сельского хозяйства, республика потеряла уже 94 тысячи гектаров. Бьют тревогу и фермеры. Возможно, в этом году они останутся вовсе без прибыли. Хотя правительство обещало помочь. Накануне ряд поручений озвучивал и президент Нурсултан Азарбаев. Почему в Казахстане завидены регулярностью после рекордного урожая, о коем был прошлогодний, следующим летом большие потери? Ответ на этот вопрос искали корреспонденты. Крестьяне Павлодарской области мечтают только о дожде. Уже несколько недель столбики термометров держатся на отметке в 35 градусов, что угрожает фермерам засухой и низким урожаем. Если в прошлом году урожайность зерновых в некоторых районах дохотила до 20 центнеров с гектара, то ближайшей осенью эти показатели могут быть в 2, а то и 3 раза меньше. А потому некоторые из аграриев даже решились на кредитование. Средства нужны, чтобы обеспечить поля водой. А вот к идее застраховать угодья, которые пропагандируют перед пассивной, они относятся прохладно. Говорят, не всем выгодно. Жара сохраняется и в другом регионе, на севере Казахстана. Кустанайский фермер Валентин Двореченский, владелец ТО «Заречная», рассказывает. Последний раз такая температура была зафиксирована 100 лет назад. В нынешнем же году засуха сильнее на 20%. Однако за свой урожай кастанайц не переживает. Объясняет, на его полях и многих соседних используются технологии сберегающего земледелия «Наутил», которая позволяет подстраховаться от различных природных сюрпризов. Хитрость в том, что место в спашке почву укрывает пластом специально измельченных остатков растений. Так и верхний слой земли не повреждается, и вода в ней лучше сохраняется. Однако фермер не отрицает, что технологии сберегающего земледелия требуют дорогостоящего оборудования. Мелким же крестьянам «Наутил» не по карману. Проблемы засухи этого года – головная боль и в Министерстве сельского хозяйства. По данным профильного ведомства, в республике 33% посевов зерновых находятся в хорошем состоянии, 55% – в удовлетворительном, 12% – в плохом. Погибло 94 тысячи гектаров. После инспекции по полям Ассалжан Мамубеков отчитался перед главой государства. Глава государства дал соответствующее поручение о своевременной подготовке к уборочной страде, а также об оказании помощи нашим сельхозтоваропроизводителям, пострадавших от явлений засухи. Нынешняя тревога контрастирует с эйфорией прошлого года. Тогда было собрано более 29 миллионов тонн зерновых. Сам президент отмечал, что республика побила показатели советских времен. В некоторых областях собирали по 16-20 центнеров с гектара. А вот прогноз урожая на этот год – примерно 8,5 миллионов. Предполагает экономист аграрий Галина Никитина. На внутреннее потребление придется около 14 миллионов тонн. А 4 из них республика сможет продать. В целом это неплохие результаты. Тем более, что на элеваторах с 2011 года сохранилось около 9 миллионов тонн пшеницы. Другое дело – прибыль фермеров, которые в этом году, по всей видимости, понесут убытки. Если на Западе соберут по 2-3 центнера, то вернут себе только семена. Практически ничего не заработают. Возможно, только на люфте цен немножко получат небольшую. Небольшую. Он уже должен себя кормить, одевать. Он должен прожить еще зиму. На следующий год что-то посеять, начать работать. Поэтому, конечно, засуха всегда очень бьет. И очень бьет, конечно, по мелким крестьянам. Выйдя от президента, министр Аслужан Мамутбеков заверил казахстанцев, что ни урожай не отразится на стоимости хлеба. Цены останутся на прежнем уровне. 45 тенге за булку или 30 центов. Экономист аграрий Галина Никитина такие обещания слышала уже не раз. На что реагирует осторожным – поживем увидим. Юлия Панкратова, Оскар Газизов, Рустам Сырымов, Телгат Умербеков, Алматы, Павлодар, Казахстан. В Караганде разгорели страсти вокруг тендера по обеспечению горячим питанием школьников. Бизнесмены заявляют о коррупции и утверждают, что городское дело образования при проведении конкурса из года в год лоббирует интересы определенных лиц. В ситуацию вмешалась Казахстанская ассоциация предпринимателей. Вы как удельный князек. Кого хочу, допускаю к тендеру. Кого не хочу, не допускаю. Мы хотим за честный тендер. Вот, мы только единственное хотим. Если я виновата, снимите меня. Но если кто-то еще виноват, тоже его, а не то, что выборочно, кто вам нравится. По списку, кого вы считаете нужным. Поэтому мы вас сюда пригласили. И вы ответите за все ваши противозаконные действия. Гневные фразы, адресованные чиновникам от образования, бизнесмены отчаянно бьются за право кормить детей из маловеспеченных семей горячими обедами. На кону 60 миллионов бюджетных тенге, которые должны поделить между собой 80 карагандинских школ. Конкурс объявлен на 4 месяца. Из 50 участников половину отклонили по надуманным и необоснованным причинам возмущаются предприниматели. Стоимость одного школьного обеда – 180 тенге. Однако некоторые бизнесмены сбивают цену до абсурдной, почти до нулевой отметки. И, конечно же, выигрывают. На резонный вопрос проигравших, как они собираются накормить ребенка на один тенге, победители отвечают, что готовы это делать бесплатно. Юристы Казахстанской ассоциации предпринимателей вмешались в ситуацию и подали в экономический суд 8 исков. По словам правозащитников, бизнесмены уже не верят в законы стендеров. Среди общего гамма, олимпийское спокойствие сохраняет лишь замначальника городского отдела образования. Как выяснилось, подобные скандалы вокруг конкурсов возникают с завидным постоянством. Видимо, у чиновников от образования уже выработался на них сухой иммунитет. Каждый год у нас бывает, жалуется, тут же приходит представитель финансового контроля, все перелопатит, все документы. И когда считают, что да, они правы, на нас подают в суд. И суд потом возвращается в исходную позицию, все отклоняет, договора все аннулирует. Сейчас тоже по итогам жалобы финконтроль сидит третий день. Все проверяет, все документы, как их документы, так и все проверяющие. Поэтому как только закончится, все будет решено. Добиться полного оправдания и права на реабилитацию в Верховном суде намерена осужденная за клевету преподавателя Шумкентской школы номер 52 Куланда Морзахметова. Документы уже готовы к отправке. Два года назад учителем математики стала одной из участниц противостояния преподавательского состава и директора школы. Итог. Год условно за клевету на своего шефа. Впрочем, история оказалась ироничной. Теперь самого директора судят задачу взятки. Наказание, назначенное Куланде Морзахметовой областным судом, год условно истекло несколько месяцев назад. Но легче женщине от этого не стало. Преподаватель с 33-летним стажем до сих пор не может согласиться с обвинением. Женщина жалуется. Судимость мешает не только ей, но и ее детям. Они с юридическим образованием теперь не могут устроиться на работу. За это судимости, моя семья, мои дети, мои внучки, я сама страдаю. До сих пор морально, физически страдаю, потому что я сказала только правду. Какая демократия, когда мы ходили целый год, никуда мы не ходили. В Астану ходили, в Нур-Отан, в Финполицию, в Генеральную прокуратуру, в суд. Везде-везде ходили, никто нас не слышал. Мы, конечно, приняли активное участие, помогли. И она осталась на работе, не зря на то, что у нее была эта судимость, ее не отстранили. А по закону образования она не должна была находиться в школе, пока у нее эта судимость не была погашена. Мы сейчас предпринимаем все возможные шаги, чтобы помочь ей. Все началось осенью 2010 года. Преподаватели школы номер 52 обвинили директора Байдалы Сламбекова в коррупции и рукоприкладстве. Но возбуждению уголовного дела полицейские отказали. Однако скандал набрал обороты. И учителя обещали, что все равно будет добиваться его отставки любыми методами. Мы решили объявить колдовку. Это было 30 сентября 2010 года. Но так как приехал президент нашей страны Нурсултан Назарбаев, и нам в Акимате позвонили и попросили, чтобы мы не делали эту пресс-конференцию так, как президент находится в нашей области, как проводим его, мы решим ваш вопрос. В итоге наш умевший педагогический скандал закончился увольнением директора школы. И что интересно, уголовным делом, возбужденным против учителей. Результат – за клевету осудили пожилую учительницу Кулянду Мирзахметову. В августе 2010 году был суд, и троим дали примирение. Только Мирзахметовой на год условно по 129 статье третья часть клевета. Тот же директор, который уволили, мы через голодовку уволили этой школой, он год ходил без работы, а в данный момент он сидит в тюрьме. Не рой другому яму. Видимо, эту поговорку экс-директор не знал. Поэтому после столь нашумевшего ухода с должности, Сламбеков хотел попытать счастье в качестве директора уже надзорного департамента. Причем в качестве аргумента предложил вышестоящему начальству 50 тысяч долларов. Теперь суди Сламбекова будут самого. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Так что теперь непонятно, за что осудили учительницу, которая рассказала о взяточнике-директоре. Ведь доказательство ее правоты в итоге представил он сам. Ну а Кулянде Мирзахметовой предстоит немало усилий, чтобы доказать свою невиновность уже в Верховном суде. В Казахстане появится частное арендное жилье. Об этом в ходе коллегии сообщил зампредагентство по делам строительства и ЖКХ Николай Тихонюк. Развитие проекта уже началось. Один такой дом строится в Астане. Речь идет не о том жилье, где сдается по 4 или 5 квартир, пояснил Тихонюк, а о полностью арендных домах. Желание присоединиться к строительству проявили уже две компании. Подобные проекты широко распространены в Европе. К примеру, в Германии 60% всех жилых домов арендные. Профильным ведомством создана специальная группа. Она озвучит все вопросы, как стимулировать частников, каким должны быть в таких случаях налогообложения. После соответствующие изменения будут внесены в законодательство. Частное арендное жилье, оно в мире существует, оно очень популярно в мире. И нам было не совсем понятно, что наши строители как-то довольно настороженно к этому делу относились. Но сейчас уже у них менталитет меняется, и они начинают сами проявлять инициативу, сами желают уже заниматься этим вопросом. Ровно сутки остаются до открытия очередных летних Олимпийских игр в Лондоне. Соревнования уже идут, и у казахстанской сборной могут появиться первые потери. Международная федерация тяжелой атлетики, возможно, отстранит от соревнований двух штангистов – Пархада Харки и Орли Чентея. Оба спортсмена Дунгани переехали в Казахстан из Китая в прошлом году в честь новой родины. На международных соревнованиях должны были защищать впервые. Тренер Миндихан Тапсирулы сообщил радио «Затык». Международная федерация против участия спортсменов, мол, не знает их. Действительно, перед широкой публикой Дунгани предстали только в июньском чемпионате в Талдыкургане. В своих весовых категориях имеют четвертый и третий результаты сезона в мире. После чего щекотливую ситуацию домыслили уже болельщики. В интернет-комментариях казахстанцы пишут это устранение соперников со стороны основных конкурентов. В первую очередь России. Ведь подобное уже случалось в Пекине, когда россияне не разрешили выступать за Казахстан бывшей соотечественницей Светлани Победовой. Решение по спортсменам будет принято в ближайшее время. Российский цирк, гастролирующий в эти дни по Казахстану, едва не потерял свою артистку. Карликовый пудель по кличке Кроха сбежал прямо во время представления в Павлодаре. Благо нашлись люди, которые приютили собаку, а потом вернули маленькую цирковую приму хозяева. Как рассказывают дрессировщики, Кроха испугалась бездомных собак, которые бродили около циркового шатра. Услышав лай, артистка убежала в город, причем прямо в сценическом костюме. Вслед за ней бросилась и вся трупа, но поиски Крохи не увенчались успехом. Лишь спустя два дня, когда артисты Шапито дали объявление о пропаже в местную прессу, Кроху принесли Павлодарцы, случайно обнаружившие собачку на улице. В данный момент она еще маленькая, только начинающая артистка делает такие основные моменты только. Она у нас недавно только приучилась и к улице, и вот именно к манежу. К манежу тоже собаку очень сложно приучить. Репетиция это одно, когда в зрительном зале и люди, и свет, и музыка громкая. Собака очень тяжело воспринимает. Только она вот этому всему обучилась, и тут вот нам очень жаль было расставаться с ней, мы не хотели. Казахстанские ученые совместно со швейцарскими документалистами и французскими журналистами смогли зафиксировать звук таяния ледников. Сделано это было при помощи высокочувствительных микрофонов во время экспедиции на пик Туиксу. Там же иностранцы записали звуки тенчанских гор для слушателей Европы. Звуки талых ледников будут представлены центрально-азиатским деятелям культуры в начале августа. Об этом сегодня рассказали организаторы на пресс-конференции. Открытие же самого проекта Гетлинститута «Музыка ледника» состоится 22 сентября. Ученые надеются, что музыканты смогут использовать мелодию гор в своих произведениях. Результат их усилий планируют показать в рамках фестивалей, которые пройдут по всей Центральной Азии. Таким образом, ученые хотят привлечь внимание к проблемам таяния ледников и изменению климата. Возможно, говорят европейцы, что к 2050 году ледника Туиксу уже не будет, и это скажется на местном климате. Этот город строился с учетом того, что рядом есть ледник, который будет некой охладительной системой для города. Исчезновение этого ледника очень сильно повлияет на этот город и на каждого живущего в нем. И это была последняя информация о новости Казахстана каждые 2 часа на КПлюс, а я прощаюсь. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова